Всем привет! Меня зовут Вера и вы находитесь на канале, посвященном кетопитанию. Сегодня предлагаю вам обсудить такую тему, как употребление молочных продуктов. Под молочными продуктами на кето подразумеваются твердые мягкие сыры, крем-сыр, жирные сливки, жирная сметана. Тема молочных продуктов достаточно противоречива. Кто-то устраивает там целые баталии по поводу того, что молочные продукты очень полезные, в них много кальция, их обязательно нужно есть. Кто-то терпеть не может молочные продукты, там у них вплоть до рвотного рефлекса. У кого-то ярко выражена реакция на молочный сахар и молочный белок, которые проявляются в виде встутия живота, поноса или наоборот запора и так далее. Забегая немножко вперед, я скажу, что у меня лично повышенная чувствительность к молочному белку. Раньше я не ела молочные продукты чисто интуитивно, то есть я догадывалась, что что-то не так, но что именно понять не могла. Теперь у меня есть доказательства этому и дальше я вам расскажу про это. Начну с того, что молочный белок казеин чужероден по своей природе человеку. И поэтому он вызывает проблемы с пищеварением. В процессе пищеварения казеин в желудке у человека преобразуется в такое вещество, как казаморфин. Казаморфин – это вещество опиоидного действия, то есть обладает всеми свойствами опиатов. Это вещество угнетает дыхательный центр человека, то есть это может выражаться в виде приступа астмы. После поедания таких продуктов. Казаморфин парализует перистальтику кишечника. То есть когда этот вот белок попадает в кишечник, кишечник перестает сокращаться. То есть пища не продвигается по нему, а встает мертвым грузом. Ну и как следствие этого возникает запор. Также казаморфин провоцирует усиление имеющейся аллергии. То есть если человек чувствителен к каким-либо веществам, то молочный белок может эту аллергию усилить. Или также казаморфин может послужить причиной возникновения новой аллергии на какой-то новый продукт. Также казеин вызывает воспаление в теле человека. И таким образом организм пытается бороться с чужеродным белком внутри себя. Некоторые люди более чувствительны, некоторые люди менее чувствительны. Но тем не менее чувствительность к казеину у всех. То есть нет такого человека, у которого бы чувствительности к казеину не было совсем. От казеина некоторых людей, как говорится, заливает. То есть появляются отеки. После употребления в пищу молочных продуктов с большим количеством казеина. Я сама отношусь к людям, которые высокочувствительны к казеину. И поедание сыра и творога, самых высокобелковых продуктов молочных, вызывает у меня вздутие живота, запор. Даже бывают боли в животе. У меня при систематическом употреблении молочных продуктов появляются прыщи в районе рта. Вот вы можете увидеть один. И в области шеи. Они полностью проходят, когда молочные продукты исключаются из рациона. И бывает, что я могу так же проснуться опухшей на утро, после того, как поем молочный продукт. Раньше я как-то не связывала вот вышеперечисленные симптомы с чувствительностью к молочному белку, пока мне не попалась, собственно, подробная информация про это. И тогда вот у меня уже пазл сложился. И я перестала есть сыр и творог. И, знаете, это помогло. Но при этом я оставила в рационе жирную сметану, сливки, крем-сыр. Периодически они у меня были. Был у меня такой период, когда я любила попить кофе со сливками утром. Две-три чашки могла выпить за утро. И вот в этот период мой вес стоял на месте. То есть, ну, вроде как бы на кето вес должен уменьшаться хоть чуть-чуть. Но вот именно в этот период он у меня стоял. В принципе, это меня не сильно беспокоило, потому что мой вес нормальный. Но поскольку девочкам всегда хочется выглядеть лучше, чем сейчас, я решила отказаться от молочных продуктов совсем. И посмотреть, что из этого получится. И вот такой эксперимент я провела год назад. Он назывался «Два месяца без молочки». То есть, на два месяца я полностью убрала молочные продукты из рациона. Оставила только сливочное масло. То есть, вообще все молочные продукты были убраны. И я продолжала питаться низкоуглеводной и высоко жировой едой, как обычно, только вот без добавления любой молочной продукции. И итог этого эксперимента – минус полтора килограмма. И ушедшие отеки. И также чистое лицо. То есть, вот эти прыщи, которые у меня появляются на лице, они полностью прошли. И я поняла, что это был виноват именно казеин. А другой эксперимент я провела вот прямо сейчас. Он длился один месяц. И назывался «Сливочно-сырная загрузка». То есть, опять же, я питаюсь низкоуглеводной, высоко жировой едой. Только в качестве некоторых источников белка были использованы сметана, крем-сыр, твердые сыры. Даже иногда был творог в виде сырников. И что еще? Кофе со сливками, какао со сливками. Ну, то есть, такой режим расслабленности, можно сказать. Итог этого эксперимента – плюс 2,5 килограмма на весах. Округлившееся лицо, прыщи на лице. И прибавилось примерно 1,5 сантиметра в талии. По итогам этих двух экспериментов я составила для себя такое резюме, что мне нужно убрать из рациона молочные продукты полностью. Это во всех смыслах идет мне на пользу. Вам могу порекомендовать следующее. Если вы не видите четкой связи между употреблением молочных продуктов и каких-то проблем с пищеварением или с воспалением, а при этом вы можете замечать, что у вас не двигается вес, ну, то есть, вы не достигаете желаемого веса, то попробуйте убрать из рациона молочные продукты, особенно высококазиновые молочные продукты, и посмотреть, что из этого получится. Мне кажется, вас ждет успех. Вот такое у меня сегодня видео получилось. Можете оставить свои комментарии под ним, как был ли у вас такой опыт. Ну и всем до новых встреч!